Здравствуйте! Рада вас всех приветствовать! Конечно же, я сегодня буду рада погрузить вас в эту тему. Наверное, для того, чтобы понять, почему одежда должна быть правильной, почему она должна быть по нашим мерам, стоит разобраться, что же не так с нашей современной одеждой. Потому что, не понимая, как мы себя уничижаем, как мы себя снизводим до слабых вибраций, мы не поймем, как важно одеваться правильно. Так вот, что же неправильного в нашей одежде? В первую очередь нужно понимать, что все, что окружает нас, это, так скажем, машина по деланию нас одинаковыми. У нас у всех одинаковая обувь, одинаковая одежда, в принципе, плюс-минус одинаковая работа, плюс-минус одинаковые условия проживания. Кто-то на земле живет в частном доме, кто-то в квартире. Ну и, в принципе, это и все. То есть разнообразия нет. Отсутствие разнообразия – это отсутствие устойчивости. Мы знаем, что популяция устойчива только тогда, когда она разнообразна. Так вот, исходя из этих соображений, мы должны понимать, что разнообразие, оно должно присутствовать, в первую очередь, в одежде. И одежда вся должна показывать индивидуальность человека. Без индивидуального подхода мы становимся стадом. Но, в принципе, это становится понятно, глядя на те полки, которые у нас завалены одеждой. Вот вспомните момент, когда вы заходите в любой абсолютно магазин, и ничто не вызывает притяжения. То есть все единообразно, все одинакового фасона, и все ходят одинаково. Естественно, мы задаемся вопросом, зачем это делается. Дело в том, что у нас есть строгий размерный ряд. Ну, женщины плюс-минус, там, 44-й, 46-й, 48-й, 50-й, ну, может быть, там, до 54-го, да. Дети, соответственно, меньше, да, девочки, мальчики. Мужчины тоже, ну, в своем размерном ряде. А мы понимаем, что, надевая ту или иную одежду, мы входим в этот размер, на всех она по-разному сидит, эта одежда. Но размер, там, например, условно говоря, 44-й или 46-й, один и тот же. И о чем это говорит? Это говорит о том, что неважно, как на тебе это сидит, но ты носишь тот размер, который носят помимо тебя еще большое количество людей. Это вызывает в нас резонанс и общие мысли, общие идеи. То есть, почему мы не можем вырваться за границы своего разума? Почему мы не можем сделать какие-то важные шаги в своей жизни? А потому что мы стадо, ну, просто на уровне даже одежды. Почему так важен вообще размер? Мы знаем, что в математике есть колебания. Это волна. Волна имеет характеристики. Так вот, если мы смотрим характеристики волны и засунем волну в параметр, да, один какой-то, она не сможет изменяться постоянно. Да, может быть, там, амплитуда изменится, но все равно есть четкие границы, да, периодичность та или иная. Так вот, вот эту периодичность задает одежда. Это размер. И внутри этого размера ты можешь, ну, что-то там сделать, но выйти за границы особенностей этой волны ты не сможешь. То есть, получаем мы, в первую очередь, обнуление своих способностей, возможностей, индивидуальных проявлений. То есть, общая одежда нас абсолютно обнуляет. Это нужно понимать. И вот вспоминайте Советский Союз. Да, понятно, там были какие-то пустые полки, которые нас пугают, там что-то, какие-то пустые магазины. Или, например, там, если завозили партию платьев, то все ходили в одинаковых платьях, да. Да, вспоминаем Советский Союз, тоталитарное стремление, контроль, да. То есть, вот у нас все контролировалось. И вот даже через одежду, то есть, все должны были быть одинаковыми. Казалось бы, перестройка, казалось бы, одежда поменялась. Но, если мы обратим внимание, то сейчас люди стремятся носить модную, одинаковую со всеми одеждой. То есть, получается, вот этот стадный взгляд на жизнь и стадное состояние, что и так пойдет. Да ладно, пока зарплату платят, я буду терпеть то, как меня унижают, как там на работе все. Мужчинам, конечно, еще больше перепадает силу того, что их заставляют носить удавки, так называемые галстуки. Ну, а куда деваться, да, то есть, с одной стороны. Но это все можно обойти. Для меня был интересен тот факт, что помимо размерного ряда, который у нас присутствует, обнуляет наши все способности, возможности, низводит нас до состояния рабского и делает нас управляемыми, абсолютно управляемыми, нам еще внедрили стандартную цветовую гамму. Вот женщины, они более интуитивны. Ну, просто потому, что эмоциональная сфера развита больше и лучше, чем у мужчин. Ну, понятно, что больше своей массе. И они за счет этой интуиции, они пытаются уловить нотку моды. А вот что такое мода? Цвет, да, какой в моде сейчас цвет. Кто интуитивно это чувствует, те выбирают яркие цвета, которые встречаются в природе. Кто не чувствует ничего, ориентируется на тех, кто, ну так скажем, диктует эту моду. Так вот, если вы обратили внимание, все, что есть в природе, радует глаз. Даже если это осень, даже если это слякоть. Это то, на что можно смотреть, опустив взор, да, расслабляясь и отдохнуть. Если мы посмотрим на те цветовые гаммы, которые выбрасывают сейчас в общий доступ, мы понимаем, что это те оттенки, которые не делают нас жизненными. То есть нас обнуляют за счет размера и нас обнуляют за счет цветовой гаммы. Единственное, что не могут обнулить, это наше стремление к смене одежды. Вот если мы посмотрим любой шкаф женский, мы обратим внимание, что там большой набор одежды. И женщина постоянно говорит своим домочастам, что вот проблема, нечего надеть. Откуда это вообще, почему? Дело в том, что это я уже так забегаю вперед. Вот я хотела рассказать сначала, почему одежда современная не способна нас преображать, а потом уже рассказать, какая же одежда, собственно, несет благость и правильные энергетики. Но немного забегу вперед. Дело в том, что в нашей культуре славянской была смена, смена цветов по периодам. То есть у нас были месяцы не так, как сейчас 30, 31 день, 28, а четко было 30 дней. И внутри этих 30 дней была еще два раза смена. То есть смена богов, будем так говорить. У каждого бога есть свой атрибут, есть свой цвет. Соответственно, внутри месяца мы дважды сменяли цвет той одежды, который носился по периоду. И в году таких периодов было 24. То есть вот это желание носить определенный цвет в определенный период времени – это генетическая память. Вот бывает так, хочется там две недели носить синюю майку, не снимая, даже если она уже там столько-то дней не стиралась. Откуда это? Почему хочется, например, брючный там, условно говоря, костюм синего цвета носить там вот именно в этот период? Это наша генетическая память. И повторяемость моды – это опять же генетическая память. О чем я говорю? Вот вспоминайте, брюки-клёш 70-е, 80-е, 60-е конец. Я была еще девчонкой совсем там 13-14-15 лет, тоже были брюки-клёш. Слегка, не такие откровенные, но они были. То есть вот эта повторяемость, цикличность, она у нас заложена внутри генов. То есть мы храним ту память, которая у нас через родовые каналы выходит и, соответственно, делает нас правильными. Мы не можем обойти то, что в нас заложено тысячелетиями. Естественно, как бы нам это нивелировали, как бы от нас это не скрывали, это однозначно проявляется. Помимо этого, помимо размерного ряда и дурацких совершенно оттенков, которые нам внедряют, нас заставляют это носить, потому что в магазинах, если это общего потребления, просто не найти другого. Помимо этого, нам еще привозят одежду секонд-хэндом. Ну, то есть это какая-то одежда из каких-то якобы модных стран, там, например, Италия или Англия или США или еще там что-то. Ну, не знаю, радоваться или нет, конечно, из-за этих санкций поменьше стало магазинов. Но в целом мы должны понимать, что республики бывшего СССР, Россия и все вообще близлежащие страны, там, Польша, Литва, то есть все, что было близко к СССР и СССР, да, со всеми своими республиками, там еще осталась нравственность, чувственность идей, мыслей, высокий полет души. То есть есть то, что делает нас человеками, то есть территория запоминает человека души, будем так говорить, да, великая наполненность души, она кристаллизует в пространстве энергию. И территория, которая находится под этой энергией, она ее впитывает, она ее запоминает. Будем так говорить, что это территория, ну, человеческого рая, да, где есть еще душевные какие-то правильные позиции. Кто был за границей, кто жил там, тот знает, что не всегда, не всегда за рубежом сохраняется все то, о чем я говорила. В большинстве случаев там отсутствуют какие-то очень даже простые человеческие нормы и правила, не говоря уже о распущенности и безнравственности в отношении между полами, которые сейчас там присутствуют и, соответственно, населяются сейчас на территории эрефии нашей. Ну, так вот. И когда эту одежду зарубежную привозят к нам, я ее называю секонд-хендом, да, потому что это абсолютно то, что носить не надо. Мы должны носить, если шить мы не умеем, если вязать нет возможности там еще там что-то, то хотя бы приобретать ту одежду, которая сшита на территории бывшего СССР или республик там каких-то, там Белоруссия, пусть даже Украина опальная или еще и так далее, и так далее. То есть то, где есть еще хоть какая-то нравственность, потому что одежда, как и любой предмет, находящийся на территории этих территорий, или как правильно сказать, этих земель, они запоминают энергетику. Вся одежда, прибывшая из-за границы, она будет пропитана чужеродными нам частотами. Вот смотрите, откуда берется управляемость, откуда берется механическое поведение, откуда берется вот эта непонятная зазомбированность относительно прививок, которые там повально стали делать даже более или менее, как мне казалось, поменяемые люди. Или, например, там увлечение какими-то неправильными там делами, курением, наркоманией и так далее. То есть откуда это все, откуда это веет? Мы знаем, что действует на нас то, что присутствует постоянно. Звук, свет, цвет, одежда, люди. Если мы смотрим на людей, наша картина мира, она становится такой, какой мы ее видим. То есть снаружи переходит внутрь. Естественно, эти частоты нас цепляют. А если мы еще одежду эту неправильно на себе носим, автоматически эти частоты неправильные, прибывшие из-за границы в виде одежды, начинают напитывать нас. Но, конечно, хорошего здесь мало, поэтому я рекомендую, если есть возможность, пусть это будет какая-то очень простая, пусть даже дешевая одежда, но она должна быть все-таки с территории, как я сказала, условно говоря, рая, где присутствуют еще нравственные понятия, нормы, категории, где еще есть праведное поведение и душевные настройки в отношениях между людьми. Поэтому, конечно, хочется отметить, что достаточно изгнать из своей жизни неправильную одежду, пусть даже та одежда, которую вы будете носить, она будет не по мере, пусть даже размерный ряд будет неправильный, это будет не индивидуально пошитая одежда, или, например, это будет одежда по неправильным цветам, несоответствующая периоду, который идет сейчас, но вы уже почувствуете облегчение, у вас начнут появляться гениальные мысли. Как я это отследила? Дело в том, что ко мне на обучение по обережной одежде достаточно часто приходят люди, которые работают, у них семьи, еще там что-то, какой-то полный контакт с социумом, такой, что просто не вырвать. Им некогда шить, но они хотят учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова